у меня есть подруга которую хлебом не корми да и по магазинам походить а себе нас гордостью говорит да я не могу жить без магазинов и покупок однако такая зависимость серьезная болезнь которую нужно лечить как и любая зависимость она возникает от удовольствия мы всегда стремимся за удовольствиями и собственно говоря шопоголизм это производные от гедонизма я бы так сказала чем больше мы гоняемся за гедонистическими удовольствиями тем больше шопоголиков в этом мире вот собственно и все средства массовой информации представляют зависимость от покупок объявления современных однако впервые она была описана еще в конце 19 века классиком психиатрии эмилем крепили нам он назвал этот тип психологической зависимости у него мания от древнегреческого понес продажа и мания безумие речь может идти о зависимости только в том случае если совершение покупок вытесняет все остальное работу семью интересы сон пищу и даже принятие ванны чем больше занято вашей жизни покупками причем неосознанными когда вы приходите в себя и вдруг осознаете что вы что-то накупили тем тяжелее форма зависимости но грань конечно очень тонко лично для меня желание купить то что мне хочется является стимулом упорно работать и зарабатывать и вроде как ничего плохого в этом нет но это ровно до того момента пока совершение покупок не становится самоцелью по большому счету да нужно понять что вам момент принятия решения о том что я прекращаю покупки на наступит вот та самая ломка будет плохо и просто это принять и пройти через эти испытания скажем так но а потом нужно сесть и начать думать зачем я это делаю ответ на этот вопрос поможет вам сделать бессмысленными вот эти самые бессмысленные траты и вы решите свою проблему барьер сознания нужно поставить в виде вопроса зачем нужно подвергнуть критики свое поведение наверное каждому из нас стоит помнить что увлечение материальными благами и избыточным потреблением способна всерьез усложнить существование и дело тут вовсе не во влиянии на финансовое благополучие просто таким образом мы подменяем истинные ценности суррогатом с вами был павел дикон и программа евразия познаем вместе субтитры создавал DimaTorzok